Мы находимся в пункте пропуска Привалка. Сейчас здесь в ожидании сотни грузовиков. Очередь из фуры стянулась более чем на три километра, и это еще не предел. Судя по заявлениям с предельной стороны, обстановка будет только накаляться. На литовское направление рассчитывали водители после закрытия поляками погранперехода Бобровники с нашей стороны Берестовица. Однако и тут шлагбаум опускается. Литва сегодня без объяснения причин прекратила взаимодействие с Беларусью по обеспечению бесперебойного потока транспорта через границу. Люди теряют не только время, но и деньги. Запускают так, что мы за вчерашний день буквально 50-100 метров проехали, и больше мы не проехали, не смогли, потому что не пропускают. Вообще нет никакой пропускной способности. У нас за сутки 200-300 метров. Не знаю, с чем связано, чем дальше, тем хуже. Почему сейчас такая ситуация может быть складывается? Ну как, ну все политика. Однозначно. Последние новости разочаровали гражданина Литвы Йонаса. Мужчина перевозит медицинское оборудование в Россию. Сейчас возвращается порожняком. Решение руководства своей страны не поддерживает. А говорит, в проигрыше в итоге останутся все. Не только чужие, но и свои. Очень плохо отношусь. Я к этому, если не дадут работу, тогда будет и нам проблема. Водителям в Литве то же самое. Сложности у водителей легковых автомобилей. Граждане Литвы и Польши, которые привыкли ездить в Беларусь по безвизу, теперь должны будут сутками стоять в очередях. Впрочем, и до официального уведомления белорусской страны, контрольные службы Литвы регулярно игнорировали двусторонние договоренности. Коллапс на границе создавался и раньше, разумеется, преднамеренно. Пункты пропуска работали с перебоями, а количество оформленных машин редко превышало и половину от нормы. Конечно, это решение недружественное. То есть они на официальном уровне отказались предпринимать какие-то действия, которые могли бы снять нагрузку с пункта пропуска, разрешить ситуацию, которая складывается перед пунктами пропуска, ну и в целом облегчить жизнь пересекающим государственную границу в обоих направлениях. Эксперты заявляют о недальновидности решений Вильнюса. Пострадает экономика. Но, похоже, в Литве этим вопросом не обеспокоены. Очевидно, что решение политическое. Это можно назвать какой-то попыткой дополнительных санкций, это можно назвать недружественным шагом, но в первую очередь они наносят ущерб собственной экономике. В свое время они не хотели покупать дешевую белорусскую электроэнергию и всячески пытались препятствовать тому, чтобы мы ввели атомную станцию. И в данной ситуации, я думаю, что Литва убедится, что такие шаги непродуктивные и наносят, в первую очередь, ущерб этой республике. Ну и вдобавок, сегодня Литва закрыла и железнодорожное сообщение с нашей страной через пограничный переход с Тасилай-Бенякони для грузовых поездов. Но пока отметили в Министерстве транспорта нашей страны, это никак не повлияет на работу белорусской железной дороги.